В картинной галереи Красноармейска проходит выставка Альберта Салтанова «Размышления о главном». На ней представлено более 30 работ. Среди них натюрморт и пейзаж зарисовки. Познакомиться с художником пришли воспитанники детской школы искусств. Специально для них была организована встреча. Поговорили об изобразительном искусстве, о направлениях, стилях, правилах. Альберт Салтанов дал ребятам советы. Смотрите, я выработал такое отношение. Не удалась работа, я ее откладываю. Почему? Оказывается, мнения людей совершенно разные. Альберт Салтанов ответил на вопросы ребят. А после все разошлись смотреть выставку. Она организована таким образом, что можно проследить весь творческий путь художника, начиная с институтского периода, заканчивая нашими днями. Подробнее автор рассказал о своих знаковых работах. Одна из них – это две семьи. Она такая довольно непростая, философская. Ну и может где-то есть небольшой такой юмор. То есть это вот этот дом, который поделенный на две семьи. То есть черный-белый, там как бы составляющий одной семьи и веселый другой семьи. Работа под яблоней – это уже новый этап в творчестве художника. Изменен подход. Автор хотел создать эффект подглядывания за миром и за ветвей яблони. Особенность этих работ – недосказанность. Здесь нельзя говорить, что вот это изображен дупа, вот это береза. Это символы. Это символы нашей жизни, символы человечества, символы размышления человека о жизни, о месте. Пейзаж является одним из популярных жанров у художника. В работах Альберта Салтанова можно заметить повторяющиеся мотивы. Автор любит изображать свою жену и кота. Их можно встретить, например, на картине «Весна». Это просто молодая девушка, которая красится, готовится к некой такой охоте на улице. Ну, как вот всегда любые девушки, они красятся, и они всегда хотят себя преподнести. У ней одно в голове, у кота другое в голове. Стянуть, ну, такое низменное, простое стянуть к глазу. Ребята внимательно слушали Альберта Салтанова. Такие встречи позволяют начинающим художникам пообщаться с профессионалами, узнать секреты мастеров и вдохновиться. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.